Отмечать Большой Сабантуй на Авиатском районе Кирова уже стало доброй традицией. Обычно здесь действует сухой закон, народ развлекается на трезвую голову. Пусть в свой веселый танцевальный круг наш Сабантуй всю пригласит планет. Танцевальный круг на этом празднике желающих не привлек, а вот круг борцовский на Сабантуе всегда пользуется большим спросом. Национальная борьба Курэш – неотъемлемая часть праздника Сабантуй. Здесь нельзя быть борцом, главное желать приобщиться к празднику. Через минуту будет моя очередь. Вся прелесть этой борьбы в том, что на ковре нет ограничений ни по возрасту, ни по весу. Судьи объяснят правила и следят, чтобы не было нарушений. А самый сильный, абсолютный победитель, получит главный приз – Барана. Я по ногу повезло дела! Владея навыками борьбы, противостоять сильному сопернику можно, но если это мастер спорта Советского Союза, то победить очень сложно. И на этот раз случайностей не было. Итог поединка закономерный. Но на Сабантуй побежденных не бывает, и каждый, кто принял участие в борьбе Курэш, получал подарки. Дело в том, что отличается от классической борьбы, где я занял мастер спорта. Там только пояс и бросок к прогибам тот же, который у меня был коронным приемом. Поэтому, значит, так получилось, что я давно уже занимаюсь иногда на Сабантуе и борюсь. На татарском празднике русские борцы на ковре, русские народные песни на сцене уже стало обычным делом. Нет здесь ярко выраженного религиозного праздника. Он был национальный, присущ национальности нашей татары, башкиры, наши национальности. И сейчас, поскольку произошло вот это изменение, все народы в гости к нам, пожалуйста. Мы всех любим. И, как сказал даже в свое время Наполеон Бонапарт, потом повторил Путин Владимир Владимирович, поскреби любого русского, выскребишь татарина. Именно поэтому в последнее время в Москве обсуждается вопрос о признании Сабантуя уже как общероссийского праздника. Эдуард Пенюкжанин, Николай Чалов. Бюро новостей. Давича.